Всем привет и guten Abend! В эфире телеканал Ост-Вест и в берлинской студии в эту среду 3 апреля с вами Константин Хакиталь. На Тайване произошло самое мощное за последние 25 лет землетрясение магнитудой 7,4 с эпицентром в 18 километрах к югу от города Хуалянь. Это малонаселенный горный район. По предварительным данным 9 человек погибли, более 800 пострадали. Спасатели извлекают из-под завалов людей, врухнувших зданиях. По данным властей, обрушилось по меньшей мере 26 зданий, более половины из которых находятся в Хуаляне. Мощные толчки ощущались также и в столице страны Тайбэй. Мы уже получили сообщение об опрокидывании домов, поврежденных дорогах, а также о том, что большое количество автомобилей пострадали от падающих камней в районе Хуаляй. В районе Тайбэя было приостановлено движение метро и высокоскоростных поездов. Я хотел бы попросить соответствующие ведомства использовать время, которого не так много, для спасения людей. Активно вести поисково-спасательные работы, максимально проявить заботу о пострадавших, принимать меры по экстренному переселению. После землетрясения двое граждан Германии вместе с другими людьми оказались в ловушке, в разрушенном землетрясении и тоннеле. Спасателям удалось всех освободить, пострадавшие были доставлены в больницы. Президент Федерации немецкой промышленности БДИ Зигфрид Руссвурм, а он возглавляет крупнейшее объединение промышленников, бизнесменов и лоббистов Германии, в интервью газете Süddeutsche Zeitung резко раскритиковал работу в текущей экономической ситуации коалиционного правительства во главе с канцлером Олафом Шольцем. Говоря о действиях правительства, Руссвурм заявил, что многие установки изначально были сделаны неверно, и сейчас можно говорить о двух потерянных годах, за которые ответственность несет лично канцлер Шольц. Из-за ошибочной политики рост экономики Германии по сравнению с соседними странами ЕС почти остановился. Германия полагается на устаревшие показатели в экономике, например, на уровень безработицы. Однако, по словам главы федерации, этот показатель из-за происходящих демографических событий сегодня уже не актуален. Неважно, обстоят и дела с объемом инвестиций в промышленность. По мнению Руссвурма, канцлер не прислушивается к советам и жалобам промышленников, называя все это стандартной песней коммерсантов. В отличие от канцлера, министр экономики Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер регулярно встречаются с бизнес-ассоциациями и ведут с ними полезные диалоги. А вот в канцелярии явно недооценивают серьезность ситуации, заявил президент БДИ. Президент БДИ потребовал от правительства честных дебатов о том, какие же отрасли промышленности, учитывая изменившуюся мировую ситуацию, Германия может и хочет себе позволить. И на каких условиях. И Германия закрыла все оставшиеся 15 угольных станций, несмотря на то, что немецкая промышленность больше всех потребляет электроэнергию. Станции закрыли с формулировкой, что они не являются экономичными и не являются более необходимыми. По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, цены на электроэнергию и газ значительно упали. И благодаря расширению возобновляемых источников, электроэнергия теперь поступает в основном из чистых, благоприятных для климата источников. А мы напомним, что с 1 апреля в Германии подняли НДС на газ с 7% до 19%. Сегодня во время встречи министров иностранных дел стран НАТО, генеральный секретарь Альянса Йенс Толтенберг вынес на обсуждение новый план по финансированию военной поддержки Украине на сумму в 100 миллиардов евро. Кроме того, было предложено дальнейшую военную и финансовую поддержку Украины сделать менее зависимой от поддержки США. В долгосрочной перспективе мы должны обеспечить Украине надежную и предсказуемую помощь в сфере безопасности. Нам необходимо меньше полагаться на добровольные взносы и больше на обязательства стран НАТО, меньше на краткосрочные предложения и больше на многолетние обязательства. По мнению Йенца Столтенберга, Украина обязательно станет членом Альянса. Вопрос заключается не в том, станет ли, а когда она им станет, заявил генсек в преддверии встречи. И сегодня же в центре Брюсселя, где находится штаб-квартира НАТО, в честь 75-летия Альянса был поднят его флаг. Юбилей, основание которого отмечается завтра. Альянс был создан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне, как ответ на предполагаемую угрозу со стороны тогдашнего Советского Союза. Первоначально он состоял из 12 членов, а на сегодняшний день в него входят уже 32 страны. Одними из последних в Альянс вступили Финляндия и Швеция. Общую стоимость восстановления Украины после войны Всемирный банк на данный момент оценил в примерно 452 миллиарда евро. Только за счет государственных бюджетов собрать эту огромную сумму невозможно, заявила немецкий министр развития Свения Шульца. Поэтому очень важно, чтобы в восстановлении страны участвовали как можно больше частных компаний. Кроме того, немецкий министр предлагает основать специальный банковский институт по реконструкции и развитию Украины по образцу немецкого института Кредит-Анштальт-Фюр-Видера-Алфбау, который в 1950-х и 1960-х проложил путь к экономическому чуду Германии. В Берлине 11 и 12 июня как раз пройдет конференция по восстановлению Украины, на которую приглашал участников и канцлер Германии Олаф Шольц. А в Гааге, в Нидерландах, во вторник был открыт международный реестр ущерба, куда граждане Украины могут направлять свои заявления о возмещении ущерба от военных действий России. Сюда относятся и утрата квартир, домов и другой недвижимости. Это первый шаг к получению компенсации и восстановлению Украины. Подать заявку на возмещение ущерба можно даже через специальное приложение электронного сервиса государственных услуг ДИА. Россия должна быть привлечена к ответственности. Россия должна заплатить за эти ужасающие преступления. И нам необходимо поддержать Украину и Международный уголовный суд в достижении этих целей. Сегодня в реестр ущерба, нанесенного Украине, поданы первые заявления о возмещении ущерба. На сегодняшний день уже более сотни требований. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что Евросоюз работает над возможностью использовать на это средства из замороженных российских активов. Всего в реестре ущерба, нанесенного украинцам, будет больше 40 категорий, в том числе пытки, сексуальное насилие, телесные повреждения, принудительная депортация, а также ущерб, нанесенный историческому и культурному наследию. И также окружающей среде. Министр иностранных дел Нидерландов заявила, что ее страна выделяет 10 миллионов евро на поддержку Украины в расследовании военных преступлений России. А сейчас на ваших экранах последствия вчерашнего российского удара по украинскому городу Днепр, в результате которого пострадали спортивный колледж и детский сад. Ранены по меньшей мере 18 человек, в том числе и пятеро детей. И в Харьковской области дети уже давно не чувствуют себя в безопасности. Харьков обстреливается ежедневно ракетами С-300, Искандерами, Шахедами и авиабомбами. По данным администрации, в областном центре учатся порядка 70 тысяч детей. А единственное безопасное место для них – это метро. Там оборудовали также и школу, сразу на пяти станциях. В метрошколе, как ее называют харьковчане, учатся более двух тысяч детей, но места хватает далеко не всем желающим. Поэтому город за полгода построил новую подземную школу. Она может принять до 800 детей в две смены. В школе под землей побывала и наш харьковский корреспондент Анда Черненко. Первая в Украине подземная школа уже готова принять детей на обучение. Здесь в две смены сядут за парты 900 школьников. Это первое такое здание под землей, которое построено по новым строительным нормам. Вот так выглядят кабинеты. В условиях постоянных обстрелов Харькова это единственная возможность для школьников учиться за партами. Небо и земля. К сожалению, вы же знаете, что в подавляющем большинстве учебных заведений нет нормальных укрытий. Мы используем просто подвалы, подвальные помещения, которые абсолютно не приспособлены к учебному процессу. А это помещение, оно как раз приспособлено для предоставления качественных образовательных услуг. Очень светлые кабинеты, очень приятные цвета и яркое освещение. И, по-моему, здесь ничего не давит ни на взрослого человека, ни на малышей. Будет комфортно. Для нас очень важно, чтобы так строили сегодня во всех районах Харькова. Рассматриваем сегодня Новобаварский, Холодногорский районы, Шевченковский. Проектирует строительство областная военная администрация за средства и субвенции государственного бюджета. Что касается цены строительства, то стоимость этой школы 59 миллионов гривен. Американская разведка конкретно предупреждала Кремль, что именно в Крокус-Сити-Холле возможен теракт исламистов. Кремль же утверждает, что предупреждения о теракте от США были слишком неточными, чтобы предотвратить это нападение. Однако источники Washington Post говорят о том, что согласны, что это неправда. И с момента теракта в концертном зале Крокус-Сити-Холл в Москве прошло уже полторы недели. В результате него погибли более 140 человек. Еще почти столько же числится сейчас пропавшими. О теракте именно в Крокус-Сити-Холле посольство США в Москве опубликовало свое предупреждение еще 7 марта. И предостерегало о посещении мест скопления большого количества людей, в том числе и концертов. Данные о подготовке возможного нападения были переданы России днем ранее. При этом директор ФСБ Александр Бортников утверждал, что информация США якобы носила лишь общий характер. И на нее ФСБ реагировали. Представители коалиционного правительства от партии «Зеленых» сегодня выразили уверенность, что так называемое гарантированное базовое детское пособие или киндергрундзихерунг обязательно будет введено в действие уже в следующем году, как и планировалось. Против законопроекта, подготовленного партией «Зеленых», с неоднократной критикой выступал министр финансов Германии Кристиан Линдер. Однако сейчас канцлеру, министру финансов и министру по делам семьи от партии «Зеленых» Лиззи Пауз проект все же якобы удалось согласовать. В эти выходные министр Пауз объявила, что планирует создать порядка 5000 новых рабочих мест для администрирования выплаты базовых детских пособий, чтобы тем самым облегчить нагрузку на муниципалитеты. Это означает, что уже со следующего года семьи с детьми, находящиеся за чертой бедности, смогут гарантированно получать государственную помощь, которая соединит в себе и заменит различные пособия, которые существовали ранее, и на которые раньше необходимо было подавать разные заявки и по отдельности. До 5,5 миллионов семей, находящихся за чертой бедности, включая детей, смогут получать пособия быстрее, проще и напрямую. Миллионы из них раньше даже понятия не имели, что имеют право на эту поддержку. Законопроект «Зеленых» должен будет положить конец сложным процедурам подачи заявок в различные инстанции. В будущем родители смогут быстро и просто подавать заявление на получение базовых детских пособий, не выходя из дома или при посещении лишь одного административного центра. Базовое детское пособие теперь заработает как настоящий сервис. Новоиспеченные родители должны будут лишь зарегистрировать своего ребенка, подать заявление на получение пособия и оставить свое согласие на дальнейшее использование своих данных. И делать им больше ничего не понадобится. Пособие за каждого ребенка по новому закону станет гарантированным, а в зависимости от заработка родителей, после проверки госорганами их доходов, семья сможет, семьям могут начисляться и дополнительные выплаты. Пособия будут выплачиваться и на время обучения детей до исполнения 25-летия. Новшеством является еще и то, что гарантированная выплата на ребенка будет увеличиваться в соответствии с размером прожиточного минимума и динамикой роста цен. Кроме того, в дальнейшем совершеннолетние дети смогут получать гарантированные выплаты уже напрямую. Но несмотря на такую уверенность, которая исходит от представителей партии «Зеленых», неопределенность с законопроектом все же еще не устранена окончательно. В настоящее время законопроект обсуждается фракциями в парламенте. Совсем недавно руководство социал-демократов заявило в парламенте, что полномочия, которых требует министр Пауз, в соответствии с этим законом, противоречат всему тому, о чем договаривались представители коалиции «Светофор» в сфере сокращения бюрократии. Это значит, что спор внутри коалиции пока еще продолжается. Немецкая полиция предупреждает о том, что участились случаи телефонного мошенничества, которое в первую очередь нацелено на пожилых людей. Чаще всего телефонные мошенники выдают себя за членов семьи или близких друзей. В земле Бранденбург и Берлине полиция регистрирует все больше таких случаев, так называемых «энкельтрик» или «афера с внуками». Злоумышленники выдают себя за родственников, попавших в чрезвычайную ситуацию, или за сотрудников полиции, после чего просят перевести деньги в качестве штрафа, залога, выкупа, подкупа или чего-нибудь еще. Часто речь может идти о смертельном ДТП, однако тюремного заключения можно якобы избежать, заплатив залог, который следует получить в тот же самый день. По данным полиции, большая часть зарегистрированных попыток мошенничества была организована из-за границы. Однако ведутся на такие трюки все же не все. Примерно 85% зарегистрированных случаев денег злоумышленникам так никто и не перевел. И население Берлина и федеральной земли Бранденбург быстро стареет. По данным Государственного управления статистики, доля очень пожилых людей, то есть кому уже за 80 лет, в 2022 году составила более 6% в Берлине и почти 9% в земле Бранденбург. К 2050 году статистика ожидает резкое увеличение этой группы на 12,5%. Вместе с тем увеличивается и продолжительность жизни. Ожидаемая продолжительность жизни для 80-летних берлинцев выросла в среднем с 8 до почти 10 лет. Доля населения в возрасте от 65 лет и старше от общей численности населения Берлина составила в 2022 году почти 20%. Германия должна стать родиной слонов. Именно такое неожиданное предложение получил недавно Берлин из Африки, а именно из Ботсваны. Ее президент пообещал выслать в Германию 20 тысяч местных слонов. Отказы не принимаются. Почему же, спросите вы? По мнению президента Ботсваны Миссиси, все очень просто. Германия требует запретить охоту на слонов, а также ввести запрет на ввоз в Евросоюз изделий из слоновой кости, что, по мнению президента, способствовало бы только бедности и браконьерству. Такой запрет предложил ввести министр окружающей среды Германии Штефе Лемке от партии «Зеленых». Президент Ботсваны в интервью газете «Бильд» заявил, что если «Зеленые» и госпожа Лемке знают, как ботсванцам жить вместе со слонами, без того, чтобы на них охотиться, то немцы должны взять себе хотя бы их часть. После десятилетий успешной защиты слонов, его страна страдает от перенаселения слонов. По стране их насчитывается более 130 тысяч. Это несмотря на то, что ежегодно Ботсвана отправляют по несколько тысяч слонов Анголу и Мозамбик. И теперь вот Германия должна стать следующей. Очень легко сидеть в Берлине и высказывать мнение о наших делах в Ботсване. Мы платим цену за сохранение этих животных для всего мира и даже для партии фрау Лемке. Я хотел бы, чтобы фрау Лемке, которую я глубоко уважаю, нашла бы время, чтобы разобраться с научными фактами. Если они вам так нравятся, то, пожалуйста, возьмите их от нас в подарок и живите с животными так, как вы нам говорите. Однако есть условия. Мы хотели бы, чтобы наши слоны свободно могли передвигаться по стране. По словам президента, слоны в Ботсване уничтожают посевы и опустошают деревни, затаптывают людей, а охота на них является средством контроля над популяцией животных. Погода для ботсванских слонов в Германии не самая оптимальная, однако мы работаем и над этим. Прошедший март в Германии выдался самым солнечным и теплым за все время наблюдения за погодой, начиная с 1881 года. Температура в Берлине была на 4,2 градуса выше долгосрочного среднего показателя, а солнце светило над столицей 158 часов, что также является рекордом. Авиакомпания Low Coaster Ryanair этой весной и летом расширит свое предложение авиамаршрутов из аэропорта Берлина. И это очень хорошая новость. Уже имеющимся направлением будут добавлены еще шесть. Теперь из Берлина можно будет напрямую слетать в Бирмингем в Великобритании, в Каунас в Литве, в Дубровник в Хорватии, в Кастильон в Испании, в Триесты и с конца апреля в Реджу-Калабрию в Италии. Ну что ж, готовимся к лету. На этом у меня все на сегодня. И с новостями дня вас продолжит знакомить мой коллега. Завтра уже Владислав Иванов. А я Константин Хакиталь. Прощаюсь с вами до следующей недели. Пока. Чус. Я фирезень. Субтитры сделал DimaTorzok